Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия», и мы будем сегодня читать 26 главу этой книги. «И был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю Филистимскому, в Герарх». Здесь говорится о том, что голод был сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И мы возвращаемся в 12 главу книги «Бытия», где рассказывается о том, что был голод, и Авраам сошел в Египет, хотя не было прямого Божьего повеления. Напротив, Бог говорил, я благословлю тебя, Бог обещал свою заботу. Авраам сошел в Египет и подверг опасности свою жену, праведную Сару. И Господь сказал, что за это наказание будет 400 лет рабства. Но когда мы внимательно смотрим все цифры в Писании, то 400 лет никак не получается. Там 200 с чем-то. Почему? Потому что вот Исаак исправил эту ситуацию. Именно об этом мы сейчас будем читать. «И был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авамелеху, царю филистимскому, в Герар». Он ищет хлеба, а тогда самая такая сильная конфедерация на территории Святой Земли – это филистимляне. «Господь явился ему, то есть Исааку, и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомство твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему». «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земли, за то, что Авраам послушался глаза моего и соблюл, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Исаак поселился в Гераре. И вот то, что Исаак не пошел в Египет путем своего отца Авраама, он исправил ошибку, допущенную Авраамом, и срок пребывания евреев в Египте сократился почти вдвое. Здесь для нас интересно то, что Господь говорит об Аврааме, об этом великом человеке, «за то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, то есть заповеди, повеления мои, уставы мои и законы мои». Повеления, уставы, законы. То есть Авраам знал все уровни Божьего закона. Разные уровни божественной заповеди, божественных митцвод. А как он знал? Ведь первый, кто записал закон Божий, это Моисей, потомок Авраама. Дальний потомок. На уровне священного предания, устного наставления в вере. Как Златоуст пишет в толковании на Матфея, древние не имели нужды в Писании, такие как Авраам, Исаак и Иаков, они общались с Богом непосредственно лицом к лицу. Итак, Исаак поселился в Гераре. Это опасное место. Но он не пошел в Египет. Еще более опасное место. Жители вместо того спросили о жене его, и он сказал, это сестра моя. Вот в этом он подражает Аврааму. А в том, что спуститься в Египет, он не подражает Аврааму. Надо всегда знать, чему в жизни наших родителей мы можем подражать, а от чего надо дистанцироваться. Жители вместо того спросили о жене его, и он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители вместо всего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авамелех, кстати, Авамелех – это не имя собственное. Тогда получится, что это Авамелех какой-то бессмертный. Он и во дне Аврааму, он и во дне Исаака, и там чуть ли не до дней царя Давида. Авамелех – это имя его. Мелех – это царь, Ави – это имя божества, или отец царь. Есть такое объяснение. Авамелех – это отец народа, как Сталин объявляли, отец народа. Но когда уже много времени он там прожил, Авамелех, царь филистинский, посмотрел в окно и увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. Давайте посмотрим, как в Таргумен Келоса шло время, как-то раз Авамелех, филистинский царь, увидел из окна, как Исаак смеется с Ревекой. Играет, смеется. Это слово «мацехек», которое означает иногда убийство, там поиграли ножичками, или идолопоклонство, играли на музыкальных инструментах перед идолами, или такие вот эротические заигрывания. И призвал Авамелех Исаака и сказал, «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авамелех сказал, «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». Скорее всего, Авамелех говорит о самом себе, но он не хочет поставить в неудобное положение царский титул. И мне очень нравится, как говорит Авамелех. «Едва один из народа не совокупился с женою твоею, один, и ты ввел бы нас в грех». То есть всех через грех одного все могут пасть, если этот один правитель своей земли. Как говорится, рыба гниет с головы. То есть Авамелех ответственно относится к своему положению отца народа, царя отца. «И дал Авамелех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. «И стал великим человек сей, и возвеличивался еще больше и больше до того, что стал весьма великим». А ведь он мог спуститься в Египет. Если Господь ему говорит «не спускайся в Египет», значит, он хотел спуститься в Египет. А вот он остался, и Господь дал ему в сто крат больше урожая. «У него были стада мелкого, стада крупного скота и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. На самом деле, они стали даже бояться его. Если у него такой урожай, а они тут на соседних участках не собираются только, они начинают бояться. Бояться? Бояться, прежде всего, того, что не понимают. «И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею». Колодезь в то время – это стратегически важное место. Это миссионерские такие важные места, потому что там проповедуют, там общаются с людьми. И колодцы Авраама засыпали землей. То, что патриарх Авраам выкопал. И что происходит? «И Авемелех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Зависть переходит в страх. Боятся того, чего не могут объяснить. Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дне Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. Колодзь – это символ Слова Божия, потому что воды к колодзе – это образ Писания. на Руси места, где звучат Писания, это храмы, и мы знаем, что в советские времена храмы были разрушены, эти места, где проповедуется Слово Божие, и мы должны стремиться к тому, чтобы их восстановить. Как Исаак восстанавливает колодцы Авраама и дать нашим селам, нашим городам те же имена, какие были раньше, восстанавливая храмы в наших городах и в наших селах. И назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И пока мы не восстановим все храмы, немножко непонятно, есть ли смысл строить новые. Потому что действия Исаака были в определенной последовательности. Смотрите. И копали рабы Исааковы в долине и нашли там колодец воды живой, то есть бьющий источник. Когда нашли? Когда восстановили колодцы Авраама. И тогда они нашли новый колодец с живой водой, с чистой водой. И спорили пастухи Герарский, с пастухами Исаака, говоря, наша вода. Они, как бы, говорили, тут рядом наша земля, значит, наша вода. И он нарек колодезю имя Эсек, потому что там спорили. Эсек, буквально, означает ссора, спор. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна, Ситна. И что происходит далее? И он двинулся оттуда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов, ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь, и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою и благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа и раскинул там шатер свой и выкопали там рабы Исааковы колодец. Вот здесь мы видим, что по мере того, как они восстанавливали колодцы патриарха Авраама, Господь предуставлял им возможность выкапывать новые колодцы. Пришел к нему из Герара Авемелех, вот этот отец, царь или отец народа, и Ахузав, друг его, здесь немножко непонятно, то ли друг Авемелеха, то ли друг Исаака, Исаака и Фихоль, военачальник его, а военачальник его зачем притащили, Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя. То есть сначала они завидовали, потом они начали бояться, потому что не понимали, а потом возненавидели. они сказали, филистимляне, мы ясно увидели, что Господь с тобой, вот почему нас ненавидят братья и сестры, потому что они видят, что Господь с нами. И потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с мира. Теперь ты благословен Господом. Что они говорят? Они говорят, да мы же тебя не коснулись, не коснулись. Давай мирный договор заключим. Что значит не коснулись? Они как бы говорят, да мы могли тебя и пререзать, и жену твою отобрать, и всех рабов твоих сделать нашими рабами, ты нам благодарен, мы не коснулись тебя. Теперь надо им как бы за это чем-то воздать. И он сделал импиршество, и они ели и пили. Они живут по своим законам, он по своим, но ему надо выживать в этом мире. И встав рано утром, поклялись друг друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодзе, который копали они, и сказали ему, подошли воду. Теперь обратим внимание, значит, источник воды живой он находит тогда, когда восстанавливает колодзе патриарха Авраама, своего отца. Сейчас он помирился с этими филистимлянами, язычниками, даже как бы немножко на их условиях. Но мир угоден Богу. И как ответ на то, что он не враждует против этих людей, которые могли бы его и уничтожить. Но в чем заслуга? в том, что не зарезали, не поработили? Ну, он пошел на такой мир. И опять нашли источник. Божье благословение они не замедлили. И он назвал его Шива, буквально клятва Шива, посему имя городу тому Бер Шива, до сего дня, и был Исаф в сорока лет. Здесь появляется Исаф. Это тот самый, который продал Исааку свое первородство. И был Исаф в сорока лет, и взял себе в жены Игудифу, дочь Баэра, Хэтаянина, и Васэмафу, дочь Илона, Хэтаянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке. Конечно, Исааку и Ревеке неприятно было, что их сын привел в семью идолопоклонниц, хананьянок. И Богу не угодно, когда наши юноши православные женятся на этих хананьянках, безбожницах, идолопоклонницах, культ которых это золотой телец, вокруг которого они хотят хороводить всю жизнь и поклоняться ему. Мы и они это два разных мира. И при этом надо всегда помнить, что худые сообщества развращают добрые нравы. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать сообщения о новых передачах по библейским главам. Спасибо всех, Христос!